Итак, уважаемые друзья, 19 часов 2 минуты, ровный счет на подачу латвийской спортсменки. Конопадская выбрасывает горку и ошибается по длине. Ошибается по длине, надо терпеть, надо терпеть, что-то Вике что-то не хватает, как-то она себя чувствует не в своей тарелке, что-то не то, что-то не то. Но нужно отдать должное бойцовским качествам спортсменки из Латвии. Технически готова девушка, хорошо, приличные удары такие. Рвет удар Конопадская, косая счет косее. И счет становится 5-4 в пользу Вики Конопадской во втором сете. Латвийская спортсменка остается в матче. И, в общем-то, показывает очень такие высокие, на мой вкус, бойцовские качества. Технически подготовлена, неплохо девушка. Очень качественная техника, минимум, в общем-то, ошибок. Плосковатая подача. Плосковатая подача. Плосковатые удары. Должная мера вращения, которая при этом не снимает скорости. Ну, в общем, мы считаем, что она, конечно, продемонстрирует, еще продемонстрирует очень много хорошего тенниса в своей карьере. Очень приятные впечатления производит латвийская спортсменка. Вика подает на матч. Не идет первый мяч. Солнце в глаза. Вот это проблема той стороны. Вторая. Вот. И качественные удары. Безупречно. Вика сыграла комбинацию три к одному. Соперница даже не пошла. Ну, соперница отыгрывалась. Вика вкладывалась. Начиная с первого. Подачу вкрутила. Дальше вкладывалась в мяч, стоя в корте. Создавала трудности для соперницы. Три мяча. Ну, такая история уже сегодня была. Посмотрим. И проходит вновь вики первый мяч. Рвет удар латвийская спортсменка. Рвет удар латвийская спортсменка. Два мяча. Два мяча у Конопадской. Два мяча у Конопадской. Не идет первая у Вики. И дает Вика двойную. И дает Вика двойную. Нет подачи. Странно как-то. Не могу понять, что происходит с Конопадской. И вновь двойная. По 30. Цепляться нужно. Цепляться нужно. Странно. Но может быть действительно солнце на той стороне светит. Не так, как хотелось бы. Проходит кроссу Конопадской. Просто ударила еще на силу в ту же диагональ помощнее. Не справилась латвийская спортсменка. Расстроена девушка. Идет бороться. Матчбок. Первая прошла. Кривой отскок. Ну, так бывает. Так бывает. При таких раскладах может всегда быть отскок. То есть нужно быть готовым к такому развитию событий. Отходить дальше играть. У Вики вновь идет первый мяч. Рвет удар. Не хватает опыта у латвийской спортсменки. Не понимает она, что обработать второй мяч гораздо сложнее, чем обработать первый. Потому что концентрация в этот момент уходит. Очередной матчбок Конопадской. Вика вкрутила первую. Начинает свою комбинацию. В центр играет Вика. Укороченный. Хорошая. Убивать. Убивать. Так играть нельзя. Вика, конечно, выполнила далеко не идеальный укороченный удар с высоким отскоком. И тут уже играла на растяжках тяжело. Очередной раз ровно. Вроде бы все правильно делает Вика, но в то же время не хватает остроты. Хорошая была подача, прямо в линию. Собраться, собраться, бороться дальше. Держать удар, держать удар. Хорошая латвийская спортсменка. Держать удар и бороться. Держать и бороться. Вика сегодня не безупречна в своей технике. Хороший удар латвийской спортсменке. Да, наконец-то в Конопадской прошел косой короткий обратный кросс. И геймсет матч со счетом 2-0 по сетам и 6-4 во втором. В следующий круг соревнований выходит Виктория Конопадская, Республика Беларусь. Первый номер посева на турнире. Девятнадцатый номер в Европе на текущую дату. Время 19 часов 11 минут. Сегодня 13 июня 2016 года. Понедельник. Теннисный турнир второй категории ТЕ. Теннисный турнир второй категории ТЕ. Среди девушек 14 лет и моложе. Мы на этом заканчиваем наш репортаж. И сегодня нас еще ждут матчи. Мы надеемся посмотреть матчи с участием представителей российского тенниса. Это Григорий Губарев. Григорий Губарев. Город Тула. И, наверное, увидим еще Егора Агафонова. Тоже город Тула. Возможно, удастся посмотреть Евгения Филиппова. Город Москва.